Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствуют грибоведы! Сегодня у нас 21 сентября 2023 года. Уже стала традиционной фраза «Мы снова в лесу!» Потому что пока грибы растут, надо их собирать. Я так понимаю, что наши старые места не обманут, пойдем снова поищем, посмотрим, что там растет. Ну, сейчас больше солонина. Нас интересует солонина. Нас интересует солонина. Вот она-то как раз сейчас растет. А как это? Сухие грибы, сушить которые, уже отходят. Ну, что ж. Все. Пойдем? Пойдем. Ну, вот у нас что здесь? Такие лес с толстыми березами. Ну, с елками в подросте. Вот. А вот привлек внимание такой вот грибочек. Вот. На березе. Вот. Растет он по осени, в основном, встречается. Вот. На лиственных. Ну, в данном случае, видишь, на березе. Иногда на тополях. Ну, и так далее. Вот. Пахнет рядовками. Ну, такой мучной запах. Запах свежей муки. Вот. В принципе, после отваривания можно жарить, варить и так далее. То есть, вот так вот. Угу. Ну, мы брать сегодня не будем его. Оставим. На размножение. Мы повесим сюда вот. На веточку. О! О! Белкам для еды. Так. Ну, а здесь вот ручевина начинается. Опята уже все отжили свое. Ох, какие. Какие лопухи гигантские. Ну, и бог с ними. Вот. А меня-то заинтересовали заинтересовала вот эта семейка. Вот. Смотрите, какой красавец. Молодой. Отлично. Это у нас подберезовик разноцветный или пестрый. Вот. Черноголовик. Лучший среди подберезовиков. Практически как подосиновик. Вдруг его, наверное, менее. Да. Ну, в принципе, еще пойдет, но чисто на еду. Ладно. Мы-то сейчас их сушим. Вот. И тут же у нас черные грузди. О, видите? Какие пластинки чистые. Светлые. Ну, вот тут вот небольшой изъян. вырежем. Так. Тут вот тоже. Ну, этот более, по-моему, не, нормально. Смотрите. Тоже хорошенький. Все. О, сок сразу как, да? Чуть ли не брызжет. Это значит, что растут. Очень хорошо. Ну, мы сейчас идем на наше давнишнее место. Нам нужно вот набрать солонины побольше. Вот. Засолить. И чтобы к концу октября грибы были уже готовы. Вот. А мы здесь были в воскресенье. Сегодня четверг. Четыре дня прошло. Вот. Что за четыре дня изменилось? Вот именно вот на этом коврике мы были. Гриба не было. Вот. Четыре дня прошло. Гриб есть. Вырос. Это удивительно. Как-то. Ну, с другой стороны, что удивительно. Грибы растут. Как грибы быстро. Вот. Как-то. Почему? Запомнили. Мы здесь грибы пересыпали. оставляли в этих в пакетах, чтобы не нести дальше, чтобы с пустыми корзинами идти. А здесь сделали прятку. Ну вот. Смотрите. серухи до какого размера выросли. И тоже вроде их не было. Вот. А под березовик так вообще посмотрите. Посмотрите. О какой. Да. Очень хорошо. Так. Это у нас тоже рядышком буквально. ой. ёё. Ну эти слизни вот только погрызли. И тоже у нас серушечка. вот мы при сборе когда вот вот так вот сейчас я ножку обрезаю вот и кладу шляпку и ножку отдельно. Потому что когда со шляпкой тогда ножка со шляпкой место в корзине много занимает эта конструкция. И грибов умещается меньше чем хотелось бы. вот. А так плотная плотная упаковка получается. вот видите всё и отдельно. Так о а ещё тут какой молоденький то о какой хорошенький. Ну замечательно. Эти может быть вот такие можно мариновать. Очень хороши. Так ладно. Ну вот тут и волнушечки. встречается очень хорошо. Причём смотрите молодые. Замечательно. Значит рост ещё есть. вот. А мы сейчас найденные грибы перевалили в кузов. Специально взял с собой такой ящик для грибов ягод с лямками как вот рюкзака. Оставили их. я Лену оставил на грибном месте чтобы она резала. А сейчас хочу сходить тут у нас местечко есть такое где растут иногда растут жёлтые грузи. Вот сейчас туда и сходим с вами. А Лена там пусть пока пособирает. Что-то ей тяжело вот здесь по этим поваленному бурелому ходить очень тяжело. Ну вот сходим посмотрим. Ну вот на каждом шагу молодые молодые сирушки. Причём смотрите размер-то прям вообще так прекрасно. О! как оно высыпало ты. Ничего себе. Ну эти вот уже вот этот это друже букетик ненормальный. Подсохли правда. Ну в принципе пойдёт ещё. Да хорошо. И вон там ещё большенький. крупненький. Сейчас посмотрим на неё качество. По всей видимости хороший. Так а тут у нас семейка ложная пенка серопластинчатого. Тоже осенний поздний осенний гриб. такие серые пластинки цвета макового зерна. говорят. Ещё называют ложный опёнок маковый. Такие желтоватые шляпки. Вот. Мы его собираем, сушим, маринуем. хороший гриб. Вот. Зимой идёт на супы, ну, на всякое, на всякое разное. Ножка жёсткая, поэтому берут только шляпки. Вот. Замечательный грибочек. Вот. Растёт он исключительно на гнилой древесине сосны, ну, хвойниках. Вот. Чаще всего. Так что вот такая вот история. ладно. А мы сейчас здесь вот возле этого ручевины идём в поисках жёлтых груздей. О, и тут опята, но уже всё остатки. Ну, эти были хорошие, но тоже уже старенькие. Ну, такие брать не будем. Да и вообще с опятами, наверное, пока не будем связываться. Сейчас нам солонина важна, но грибов. Ну, опят в этом году много народилось. Вообще поразительно. Ладно, идём дальше. Ага, ну, вот тут вот сейчас ходим, смотрим, и вот он первый жёлтый груздь. Ну, на него кто-то наступил. Вот он так выглядит. Жёлтая вот нога вот с такими ямками, как у всех груздей. Жёлтая шляпка, более-менее светлые пластинки. Сейчас ножку, скорее всего, надо будет обрезать. Да, вот эти червячки-то зеяли. Ну, ладненько. Вот здесь и будем смотреть вот в этих хвощах. Вот. Будем внимательно помоложе смотреть экземплярчики. Так, ну вот ходим здесь в этих вот в деблях и вот что-то там заинтересовало. Вот что заинтересовало. А тут ещё и молоденький стоит. Ну вот это Жёлтый Грусть. Так как его видать очень вкусный. Вот смотрите, как сразу сок. Он сначала светлый, а потом вот желтеет на воздухе. Ну как? Прямо на глазах лимонный. Так этот у нас что? Ну этот уже весь единый. Ну ладно. Походим, посмотрим ещё тогда. Растут, но качество оставляет желать лучше. он вот в таких дебрях то очень тяжело высматривать. Но ничего. Мы не привыкли отступать. Будем смотреть дальше. Ну вот продолжаем бродить. Каждый груздочек требует настойчивых поисков. о как смотрите. Вот тут качество хорошее. Можешь сказать идеальное. Опять вот сок брызжет во все стороны. Вот этот гриб он по ценности равнозначен белому груздю. просто у него цвет немножко вот такой вот. На самом деле по вкусовым качествам как бы идентичен белым груздям. Ну вот они встречаются в основном вот на севере. Его еще называют подъельником. Ну вот здесь вот сейчас еще будем смотреть. Очень густая трава. и высмотреть довольно-таки сложно. Но мы пока не сдаемся. Ну вот не зря мы всматриваемся в эти заросли в траву. Так хорошо этот а этот у нас вот среди какого плесень напала на парня. где-то я еще видел. Вот смотрите как он среди желтых листьев о ну замечательно хорошо так ну что продолжаем тогда тут осмотр достопримечательностей пока пока не вижу ладно ну вот а здесь в основании толстой елки семейка не зря его еще под ельником называют какие так ну что смотрите весь еще растет ведь вот это жидкость выдавливает чтобы его не разорвало от внутреннего давления очень хорошо так но этот вид судя по всему уже немножко постарее они тоже тоже хорошенький корзину его так и этот у нас замечательно так так аккуратненько чтобы ничего не раздавить там-то старенькие были а здесь смотрите более такие более чистые молодые так ну вот а здесь чуть-чуть ну вот и все чуть-чуть было на это в ноге смотрите сразу как моментально сок окисляется становится желтым мы солим исключительно холодным способом то есть вымачиваем немного и потом засолку именно вот их одних у них очень своеобразный вкус ценный такой вот как и белые грузди их солить только сами по себе без без добавления других грибов отлично вот то что нога вот такая это пусть не пугает ну это особенность некая как бы ржавеет изнутри потом при засолке там надо же все помыть и так далее все это вымывается вот вычищается так ну что идем дальше поэтому же местечку ну вот у нас очень хорошо и вон ну ладно буду резать может еще такую же семейку найти чем еще хороши эти грузи это ну во-первых большой хорошими вкусовыми качествами и размерами смотрите размер какой ну это же нашел сразу такую грибу это не то что там каких-нибудь красушки идеально так еще тут у нас зарылся аккуратненько его так эти мелкие а вот уже вот это в ноге вот этот как мы назовем ржавчина уже есть ну мы ее потом вычищаем я говорю я уже рассказывал так ну это тоже это тоже более старый его еще и объели со всех сторон жаль жаль ну ладно сейчас вот здесь вот мы пройдемся вот такое у них любимое место вот этих хвощи какая-то крушина в подросте травки разные мох короче вот в таком месте они растут под елками ну вот продолжаю ползать возле этих елок смотрите как спрятался то есть вот в таких местах глаз да глаз недостаточно просто пробежаться типа посмотрел о нет ничего очень внимательно потому что ну прячется до такой степени качественно маскируется то смотреть смотреть и смотреть ну замечательно так каждый шаг надо делать с осторожностью иначе можно наступить вот тоже так вот отлично ну прям единство сверху чуть-чуть как-то так погрызли этих слизней вот несмотря на горький сок а слизни то едят и нет не мурщатся даже ладно еще раз здесь пройдемся внимательно посмотрим да такое чувство что здесь никто не был ну это радует почему так говорю а вот нетронутые совершенно нетронутые грибницы как вот росли они так и растут то есть нас и ждали о какие грибочки замечательно ну все сейчас пойдут в корзинку а мы потом еще вон туда сходим местечко то хорошее примут вот запомните вот такой образ вот в таких местах растут желтые грузди сыра мох немножко чернички хвощи елки вот и вот тут они и обитают в сырых местах так ну вот тоже эти как поваленная елка трава и ничего не видно да а если опуститься вниз к поваленной елке смотрите вот а это место мне показал мой друг гена натальич вот среди грибников вот когда высшая форма доверия это показать свое грибное место заветное вот и вот он мне показал ну сейчас к сожалению гены уже нет царство небесное вот сам он физик ядерщик очень любитель вот грибной охоты но очень любил курить настолько любил курить что рак горло и нет мужика хотя ему постоянно говорили гену ну разве можно так ну буквально от сигареты прикуривал одна заканчивается другую начинает так вот себя и сжег не пил парень ничего ну вот но жизнь свою выкурил и вот после него осталось вот это местечко теперь я сюда хожу и собираю каждый раз вспоминаю вспоминаю Гену Натальича да смотрите какие хорошенькие ну ладно берем так ну вот уже практически всю исследовали местность хух сейчас надо поворачивать назад а вот у нас какой грибочек полосатенький такой концентрическими кольцами посмотрим что это опа а это же рыжик о как его смотрите как его любят так о малыша о малыш хороший замечательно вот а желтые грузи частенько растут вместе с рыжиками вот но интересный момент что вот я сколько хожу и только сейчас вот встретил обычно они вот как бы в перемешку ходят этот тот нормальный рыжич так понимаю только молодежь можно брать да 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 один из самых лучших грибов наших лесов вот трофей рыжиков очень высоко ценится вот ну ладно посмотрим тут их много придется просто выбирать какие тут вот ну вот эти молоденькие о то что надо а вот этот уже даже на ощупь понятно что его съели полностью вот а молоденький идеальный вот в принципе сейчас была бы у меня соль можно было бы присолить и съесть как бы такой знак причащения ну ладно ну они еще здесь прячутся сейчас я тогда их поищу в этой траве и пойду к Лене она уж тем временем небось там полную корзину нарвала ну вот порезал я рыжики все маломальские крупные чуть покрупнее все червивые а вот а вот только маленькие да маленькие еще более-менее хорошие так что вот еще рано видать для рыжиков он нарезал сколько все все червивые вкусный гриб не только люди любят но и насекомыши ладно ну все поворачиваем к Лене посмотрим что она там насобирала пока мы здесь гуляли а вот я вышел на дорогу среди болота идет вот деревья уже попадали а ведь лет десять назад я здесь на машине ездил прямо на грибное место спокойно ну правда на уазе вот а сейчас тут кабаны нарыли судя судя по следам все заросло ну вот природа все забрала себе обратно так что человек пусть не обольщается чуть-чуть давление падает и природа забирает все дорога завалила ну вот идем назад вообще вот наш улов есть желтые грузди немножко рыжиков сейчас еще серух пособираем дойти только вот долены ну здесь метров четыреста наверное триста вот так вот по навигатору если смотреть вот шел мимо уже все по дорожке а потом думаю ну-ка загляну еще в одно местечко чуть-чуть свернул буквально вот посмотреть и что я увидел точно смотрите стоят как говорится предчувствия меня не обманули что-то дернуло сказал ну-ка там еще сходи посмотри иногда бывало это я уже по направлению кляне иду так что вот очень хорошо так ну тут ножку погрызли а вон еще молоденький торчит очень хорошо вот так вот надо верить своей интуиции если что-то щелкнуло значит иди и посмотри все берем сменил немножко позицию а тут еще такая семья ох хорошая посмотрим о какой штукенцы это отличное качество корзинку так из-под елочки тоже хорошенький но эту ржавчину мы уберем вот видите и все и все целенько так что у нас это еще еще вот молоденькие какие новье замечательно еще вон сейчас тут под елки достанем вот очень хорошо ну вот мы поднялись уже в лес с этого ручья все иду к Лене тут она а тут у нас встречают серушки тоже хороший гриб чем он еще привлекательный очень мало червивых практически нет все все идут в корзинку вот это с точки зрения вот как бы собирательства вкусовые качества замечательные даже больше нравится чем волнушки розовые волнушка она более суховатая такая это так само то что надо ну все вот сейчас по этой дороге иду туда к Лене вот только вспомнил волнушку назвал ее имя а она тут собственной персоной тоже качество сорить вообще-то вот посмотрим нет хорошая все отлично вот с подружкой а подружка какова тоже хорошо ну замечательно ладно волнушки тоже берем вот дорожка даже дорогу трудно увидеть увидеть даже где она проходит о как заросло все завалило и здесь вот смотрите мелко мелко какашечный какой-то копытный явно явно вот скорее всего это скорее всего это да ладно идем дальше сыроежки хорошая сыроежка замечательная это сыроежка буреющая ксерампелина русула ксерампелина замечательный гриб вкусный мы вчера немножко их насобирали и засолили экспресс методом то есть просто соли и подгнет а сегодня вечером уже можно их будет кушать очень вкусно получается ну все ладно идем вот а мы сегодня взяли вот такой вот кузов я его здесь припрятал вот в кустах он для грибов для ягод вот у него объем 30 литров вот это клюкву таскать ну и грибы тоже вот сейчас вот ну что полностью с полной корзиной а еще мы еще серух не резали я вот сейчас пошел по дороге так видите вот черных грузей немножко серушки немножко вот поэтому я сейчас сюда сыплю и пойду навстречу с Леной вот а грибы здесь оставим уже те тоже здесь лежат хух вот и налегке можно будет идти вон в ту сторону ладненько ну все идем теперь навстречу с Леной вот а кузов чем хорош вот такой с лямками это же рюкзак по сути и на спине лучше нести чем чем в корзине в корзине уж больно это руки оттягивает вот так что у нас здесь ага ну здесь чешуйчетка неистоствует бог с ней ладно Лена вон она там вот и все нашли рядышком какая гирляндочка ну уже все видите уже споры уже споры посеяли ну качество еще более менее не знаю сейчас посоветуемся вон и Лена нашлась ну что у тебя как корзина а складывать куда а кузов полный заплечник да ужас короче опять грибы некуда складывать тут лисички она даже молодая поросль пошла надо же какой-то гриб интересный да весь сезон опять наверное не берем не не надо ладно какие-то они уже запылились ну все ладно а чтобы не чтобы не потерять прятку свою видите мы использовали вот такую вот газетка висит на веточке ее очень далеко видно даже в сумерках вот когда навигаторов не было мы такими бумажечками клочками газеты показывали отмечали тропинку чтобы можно было вернуться ну когда незнакомый лес вот как-то так очень удобно потому что компас это одно компас показывает направление а вот чтобы по тропинке идти а не по буеракам вот тут газетка очень хорошо себя зарекомендовала далеко видно и сразу все понятно куда надо идти ну вот отдал лене свою пустую корзину ну и все и теперь ее не это из леса не вытащить что у тебя здесь да вон посмотри о о о ну да это вам не шуточки хо как они тут высыпали то серушечки о ну так мы домой не уйдем здесь придется ночевать ну ладно все пособираем раз такое дело ну вот уже осталось до машины недалеко тащимся вот одно дело набрать грибы теперь их еще надо донести до машины сегодня день такой хороший выстоял солнца нет облачность ну и дождя нет и жарко где-то ну градусов 19 весь мокрый просто весь вот жду Лену пока она еле-еле до до телепается ну вот мы и дошли до дому ой до дому до машины как тебе сегодня а хорошо грибов набрали кучу опять 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 кучу опять кучу опять работа ну с ними то просто зальем водой да будет вымокать ну немножко есть подберезовички пара подосиновиков и все остальное солонина и она вот мы ее намочим будет вымокать так что дорогие друзья грибов много если надо обращайтесь соленые грибы мы посылаем в вакуумные упаковки ну а вам всем желаем всегда полных корзинок самых хороших грибов до свидания до новых встреч грибов до 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 до